Ждет ли нас восстание кур? Неожиданно! То есть, получается, некий творец занимается дрессировкой человека? Так я не услышал. Мы вовсе не произошли от обезьян. Поэтому паниковать совершенно, мне кажется, не надо. Но я думаю, что умнее животное. Так, это очень важно. Сижу со сломанной рукой, на монитор смотрю тоскливо. В нем мир всегда такой родной, в нем жизнь общительно бурлива. Там в виртуальном кабаке певец известный выступает. Но гипс тяжелый на руке, никак в пароли не попадает. Спасибо, Татьяне, за стихи, так отзываются у меня в это время. Я даже книжку открыть не могу, на самом деле, почитать. Коленкой прижимаю. Это у тебя так клавиатура и мышка повлияла? Да, в общем, поиграл с сыном в футбол, называется. На PlayStation, что ли? Ну что, рассказывай, какая у нас тема-то сегодня. Мы в прошлый раз только начали тему животное и человек, чем они отличаются. Ну, очень много было вопросов, поступлений, заявок. И давайте еще продолжим эту тему, разберемся, потому что, видимо, с первого раза это тяжело войти. Ну вот, скажи мне, что ты помнишь вообще, что, ну вот, допустим, человек или человек и животное? Кто умнее? Ну, я думаю, что умнее животное. Так. Неожиданно. Неожиданно. Ну, ты как из того анекдота, помнишь, кто мне, человек или животное? Говорит, ну, конечно, животное. И когда я со своей собакой разговариваю, она меня понимает. А когда она со мной разговаривает, я ничего не понимаю. Да-да, еще смотрит так преданно и все понимает. Да-да-да. Да, особенно знает уже заранее, когда ты пошел просто за едой, а когда ты прошел себе бутербродик сделать. Ну, слушай, я, короче, тут порылся в статьях, ну, на эту тему, когда готовился. И нашел такую интересную вырезку из одного научно-популярного журнала. Вот. И там пишут, что очень многие до сих пор воспринимают факт того, что мы все произошли от обезьян, как личное оскорбление. Спешим их обескуражить окончательно, пишут они. Мы вовсе не произошли от обезьян. Мы и есть обезьяны. Вот. Ну, конечно, тема довольно-таки интересная, потому что она может затронуть и религиозные, да, там какие-то вопросы. Да, да, очень много теорий, да. Теории, что человек произошел там от Бога и сразу стал таким вот совершенным. Ну, тем не менее, есть биологический, да, такой подход. Вот. Давай просто, вот ты мне сегодня клип прислал. Вот. Есть такая рубрика «60 секунд о Кабале». Да. Делали целый цикл таких очень хороших мультфильмов и очень рекомендую их смотреть. Даже дети могут их смотреть и очень многому научиться. Ну, давай посмотрим в этом ролике, может, будет понятно хотя бы, есть отличие какое-то или нет. Студию. 60 секунд наслаждения и страдания. Мы – материал, который называется «Желание получить удовольствие». И поэтому нам знакомы два состояния – наслаждение и страдание. Человек всегда стремится к наслаждениям и всегда убегает от страданий. Каждое мгновение нашей жизни мы делаем расчет, где мы можем получить больше наслаждений и меньше страданий. Например, мне нужно решить, куда поехать в отпуск – в Индию или в Китай. Или решить, куда пойти учиться – стать бухгалтером или поп-звездой. Мы не знаем, что предпочесть и думаем, что у нас есть свободный выбор. Но свободный выбор – это результат недостатка знания. Мы не знаем, что может мне доставить больше наслаждений и меньше страданий. И поэтому я не могу сделать правильный выбор. Но если бы я знал, что в Китае я буду страдать от боли в животе, а в Индии получу большое удовольствие, что если я стану поп-звездой, то погибну от рук собственного фаната, а если буду учить бухучет, то стану удачливым финдиректором и сделаю блестящую карьеру, то я сразу бы сделал выбор. Конечно, я бы катался на слоне и получал большие деньги. Но тут возникает вопрос. А если бы действительно все было известно, то что же, не было бы у меня никакой свободной воли, я превратился бы в животное, постоянно бегущее за наслаждениями и убегающее от страданий. А если это так, то где же действительно мой свободный выбор? И где же человек во мне? Ну вот, видишь? Да, вижу. То есть отличий-то нет? Каббала говорит, что я животное. Каббала вообще не отрицает обычную науку. То есть она отлично синхронизируется, Каббала поэтому и наука, что она опирается на то, что видит. То есть, конечно, мы состоим из частей, которые я не могу сказать, что у меня нет руки. Вот она, рука. То есть во мне есть животное свойство. Вот они. То есть я реагирую, как обычное животное, на какие-то вещи и так далее. Нет никаких противоречий. Да, ну то есть получается, что животное тоже управляет наслаждением и страданием. Я знаю, так это называется дрессировка. Да. То есть получается, некий творец занимается дрессировкой человека тогда, что ли? Рефлекс Павлова? Я не знаю, но наслаждение, страдание, как в ролике сказано. Ну вот тут как раз надо бы разобраться, в чем отличие всех этих уровней желаний. То есть есть неживое, растительное, животное. Мы сейчас не можем найти эту грань между животным и человеком. Вот это давай сейчас и разберем. Нет, подожди, глубоко ты копаешь, глубоко. Вот ты давай так поэтапно. Вот пока мы поняли, что человеком тоже управляет наслаждение и страдание. Вот я специально прочитал кучу статей научных, подобрал там какие-то выдержки. Ну, вижу, что основные теории, которые пытаются сделать различие между человеком и животным, рассказать, говорят, что мы отличаемся тем, что мы придумали орудие труда. Но опять же здесь есть опровержение, что обезьяна тоже придумывает орудие труда, берет камушек, разбивает орехи. Да, причем еще неизвестно. Одна придумала обезьяна, одна придумала, значит, чистить банан. На другом совершенно острове, не сообщающемся с этим, все тоже научились чистить бананы. Это удивительным образом распространяется. Ты нам потом об этом поподробнее расскажешь. Подожди, я тут про острова ты далеко закинул. Вот, ну то есть есть эмоциональные какие-то отличия. Да, то, что вот. Но тем не менее, сейчас даже там начинают появляться исследования, что у животных тоже есть чувства, какие-то эмоции. То есть получается, с этой точки зрения тоже отличий нет. А дельфины говорят, вообще в чем-то умнее. Да, ну может еще один ролик посмотрим, так может попонятнее станет. Давайте еще один ролик. Человек в нашем мире является всего лишь некоторым животным. Не более того, у него нет ничего, чем бы он поднимался над животным, тем, что только или усовершенствует, или, можно сказать, портит мир, в котором находится. И поэтому нет преимущества никакого человека над животным. А именно то, что человек может подняться в объединении с другими, достичь в своей связи с другими таких свойств, как отдача взаимная. То есть достичь свойства антиэгоистического, которого нависит его эгоизм. И на именно симбиозе, на взаимосвязи этих двух свойств он может начать постигать природу, как из плюса-минуса, как из двух противоположных сил. У него появляется система. Между этими двумя противоположными силами он начинает создавать систему взаимного равновесия, взаимодействия, обмена и так далее. Как между любыми двумя частями плюс-минус, любые электроны, позитроны, из чего всё состоит, из двух противоположных свойств. Ну вот опять же, продолжаю. Я хочу тебя конкретно сейчас спросить. То есть ролик-то прослушали. Есть сейчас книги по психологии для животных, есть исследования их эмоционального состояния. Ну вот конкретно сейчас нам резюмируют, что же такое человек с точки зрения науки Кабана? Так я не услышал. Это очень важно, это очень сложно услышать, потому что это против нашей природы. Человек становится человеком только тогда, когда он начинает подниматься на новый уровень объединения, над всеми различиями, над своим эгоизмом и так далее. А разве животные не объединяются? Вроде бы там в стаи они собираются. То есть они сразу человеком в этот момент становятся? По природным. А наша природа человека, она гораздо более эгоистичная. Она говорит нам, уничтожай и так далее. Будьте лучше, будьте выше, будьте сильнее всех и так далее. Это тоже закон природы. Но мы можем подняться, изучить и объединиться на новом уровне. Я, кстати, тебя тут поддержу даже, вот как раз из статей, которых я читал. Даже с точки зрения психологии обезьян, лидером становится тот, кто начинает заботиться о всей стае. Ничего себе, отличное исследование. Ну что, перейдем к нашей последней рубрике. Угадай ответ каббалистам. Да, и что интересное нам прислали? Ну, нас спросили, уничтожат нас животные или нет. Это такой вопрос. А из чего он, наверное, выплыл? Потому что много лет мы как-то воздействовали на нашу природу. Видим всякие загрязнения, вырубки лесов и так далее. А вдруг, как сейчас коронавирус появился, может, это восстание? Про природу бактерии восстали против человека и пытаются нас уничтожить. Или вдруг, не знаю, сейчас все куры мира ополчатся и пойдут на нас волной, но войной. Да, есть даже очень прекрасный видеоролик. Тогда, когда началась вот эта еще волна с коронавирусом, ответ Михаила Лайтмана. Рекомендую всем посмотреть, чтобы никто не паниковал насчет этого. Почему? Потому что мы существуем в этой природе и у нее есть абсолютная, точная и ясная цель привести нас к этому конечному состоянию. Поэтому паниковать совершенно, мне кажется, не надо. Я думаю, что ответ каббалистов будет такой, что паниковать не надо, нас никто не собирается уничтожать. Но привести нас к этому состоянию, если мы не будем согласны, он может через страдания. Но мы можем прийти к этому состоянию совершенно обычным хорошим путем. Ну, в принципе, звучит логично. Я бы и так хотел с тобой не согласиться, к чему-то придраться, но вот читая ваши источники, кажется, что это все происходит, потому что человек себя сейчас так ведет. Ну, это и логично. Если бы мы вели себя по-другому и даже относительно окружающей среды, вот, наверное, бы и реакция была бы другая. Поэтому, конечно, сила действия, ирана, да, там, сила противодействия. Ну, давайте посмотрим. Давайте послушаем. Поговорим о взаимоотношениях наших, человеческих, с животным миром. Ну, немножко примеров. В Индии, например, ученые впервые обнаружили смертельно опасный вирус у летучих мышей. Он передается как человеку от животных, так и от зараженного человека другим людям. Смертность от заболевания 40-75%. От него нет вакцины и лекарств. В Австралии после засухи лесных пожаров на Австралию обрушилась новая напасть – мыши. Миллионы, миллиарды мышей заходят в фермерские хозяйства, в города. Черт-те что творится. На них не действует ни яд, ни наводнение, ни наступающие холода, ничто. Везде ожидают нашествия саранчи. Раньше мы думали, что только Африка подвержена в основном этим. Нет, Европа ожидает, Италия, Россия ожидает нашествия саранчи. То есть это все беда, которая приближается. В Петахтыкве у нас с вами обнаружили муравьев, называются тайванские термиты. Самый опасный тип термитов вообще в мире. Они съедают все, что только им попадается. Здания, деревья, все, что только можно. Пластик, они все едят. Там очень интересная статистика. Матка тайванского термита живет около 15 лет и откладывает до 2000 яиц в день. То есть это такая сумасшедшая опасность. То есть нас сегодня, вот такое ощущение, атакуют животные. Раньше мы их как-то атаковали, прятали в клетке, показывали детям, были полны зоопарки ими. А сейчас похоже, что мы можем попасть в такие клетки. Природа начала прессовать нас очень сильно. Вы можете дать ваш комментарий на это? Мы противоставляем себя всем силам природы, нашими взаимоотношениями между собой, самое главное, между людьми, и вообще относительно природы, как мы потребительски относимся к ней. То есть вы считаете, прямое сопротивление этому нашествию, оно ни к чему не приведет? В итоге природа учится у нас относиться к нам так, как мы к ней. И тут ничего не поделаешь. То, что разве есть больше вредитель нашего мира, чем человек, вообще единственный вредитель. Все остальное это экологически. Если надо, кто-то кого-то съедает, но все это в рамках общей взаимозависимости, экологии и так далее. В пищевой цепочке, говорили. А человек, он же все без разбора, просто как из огнемета, все выжигает и делает, что хочет. А что это за точка такая? Ну, раньше этого не было. Вот именно сейчас почему это происходит? Ну, мы пришли уже к началу фидиша. Это начало конца. И вот что? Что произошло такого? Почему вы так считаете, что сейчас? Начинает проявляться необузданный эгоизм человека. Причем в таком виде, в котором его действительно и обуздать уже невозможно. Смотри, что мы делаем со взаимной ненавистью. Что мы делаем с оружием, вооружением. Зачем это надо столько? Миллиарды, миллиарды тонн эквивалентных тротила, там, ядерных зарядов и прочее. Куда? Зачем еще и еще? Просто человек не может удержаться. И поэтому в итоге мы нарушаем все равновесие, которое в природе могло бы существовать и превышаем это неравновесием таким эгоистическим в миллиарды раз. Это идет ответ, да? И поэтому природа начинает реагировать. Почему вот именно животный мир? Что это за удар именно от животного мира? Самый близкий к нам. А, он самый близкий. Конечно. Ведь не живое растительное, а животное, а потом человек. Если мы с человеческого уровня сползаем сами на животный уровень, то тогда мы этим и привносим туда вот это все наше эгоистическое неравновесие. И поэтому и животный уровень становится таким вот необузданным, необузданным, неуемным, готов тоже все сожрать. А как нам понять, что он к чему-то нас призывает? Вот пока мы все время пытаемся уничтожить, хотя это, в общем-то, ничему не вело. Он сам нас ничему не призывает. Нет там никакого разумного ответа. Инстинкта только. Инстинкта, который реагирует на наше вот такое неправильное вмешательство в него. Ведь мы нарушаем весь этот баланс на нашем уровне. И когда он проходит на животное, там уже идет такая свистопляска. А вот скажите, пожалуйста, если вы говорите, что пирамида она такая, да, человек, животное, растительное и неживое. То есть мы с уровня человека спустились до животного уровня своей ненавистью, нелюбовью, да, друг к другу. Вместо того, чтобы поднимать их себя и их за собой и создавать общее равновесие во всей природе и приводить ее из этого пирамидального состояния в круглое, чтобы дополняло все одно другое, мы вместо этого ее опускаем, это все природа тем, что сами спускаемся на животный уровень и даже на растительный. Мы ничего не хотим принимать в расчет, кроме нашего эгоизма. И наш эгоизм мы принимаем в расчет только насколько это удобно мне. То есть вы как-то говорили, что человечество уже приняло круглое какое-то состояние, да, само? Сверху нам дается такое состояние, как наша цель, а мы снизу совершенно противоположны этому. То есть взаимовключение человечества, взаимозависимость, это цель, да, такая, она дана нам сверху? Да. Природа относится к нам как к одному единому целому. Смотри, спускаются на нас всевозможные болезни и прочие там... Пожары, ураганы. Да, да, да. Все это в общем дается на все человечество, не на какую-то определенную ее часть или даже материк. Мы реагируем, конечно, на это абсолютно однобоко. То есть нам совершенно не важно, где и что. Главное, я. А нам надо реагировать на это как? Нам надо реагировать так, чтобы мы в итоге своими правильными взаимоотношениями могли бы сделать мир равновесным. Круглым? Круглым. Не пирамидальным, а круглым? Да. Ну где? Ты же видишь, что происходит с этими странами, с основными эгоистическими странами. Ну кто это нам нашепчет? Скажите мне. Ну кто? Кто нашепчет нам? Животные не нашепчут. Кто нашепчет? Мы бы нашептали, но никто не слышит ни шепота, ни криков. И если так, то значит страдания. Это ваш вывод такой, да? Да, страдания. Я надеюсь, что страдания быстро приведут нас к пониманию. А понимание приведет к правильному решению. Что период страдания мы сами сократим, да? Да. Это зависит от распространения методики Кабалы. Только она говорит о том, что можно сделать в этом состоянии в нашем мире. То есть привести мир к равновесию? Да. Нет никакой другой возможности. Отличные ролики, очень интересные темы. Я понял, что я животное. Мне уже от этого легче. Я понял, что ничего не понял. И это отлично. Это значит, что есть желание залезть еще поглубже во всем этом нашем архиве разобраться. Мы здесь просто начинаем тему, рекомендуем вам какие-то ролики. Но у нас есть огромный архив. И рекомендуем обращаться к нему по всем вашим вопросам. Вы можете это. Да, спасибо большое. Тема нашей следующей передачи она очень интригующая. У меня есть муж, дети, но мужа я не люблю. Правильно ты так сказал? Да. Так что ждите следующего выпуска. До свидания. Очень-очень интересное письмо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова